Почему у розы красные листья в саду? Причины Новички в цветоводстве нередко не имеют представления о том, почему у розы красные листья. Такая проблема действительно может стать причиной немалых тревог, особенно если по красной л не один куст, а весь розарий. Но если краснеет листья у розы, что делать нужно решать быстро. Это еще одна проблема помимо отсутствия понимания причины изменения цвета, нуждающейся в войске решения. Почему краснеет листья, стебли и побеги розы? Краснота, появляющаяся на листьях и побегах розовых кустов, расстраивает многих цветоводов, ведь на этом фоне даже самые красивые бутоны смотрятся менее выигрышно. Необходимо выявить, почему у розы краснеет листья, как можно скорее. Нормальный цвет розы это проблема или норма? Существуют естественные и естественные причины покраснения. К последним относятся поражения куста вредителями и различные заболевания. Если ничего такого не наблюдается, то волноваться не следует. Листья снова станут зелеными, стоит только лишь немного подождать. Естественные причины покраснения. К естественным причинам появления красных пятен или изменения окраса всего цветка относят к сортову принадлежность. Весной красные листья у розы, причиной изменения цвета которых, неизвестно, появляются часто. Обычно такое явление наблюдается у растений с красным цветом бутонов. Выработанный ими красный пигмент не расходуется полностью, остатки перенаправляются в листья, смену места обитания. Если роза была пересажена из полутени или тени на хорошо освещенный участок сада, то испытанный ей стресс побуждает растения к выработке лишнего пигмента, окрашивающего стебли и листья, нехватку минеральных веществ. Если розы не хватает, например, азота, то на старых листьях появляются яркие красные пятна, молодые листочки при этом остаются зелеными. При недостатке фосфора красному цвету добавляется еще сиреневая каемка по краю листа. Нехватка магния проявляется в окрасневших прожилках и остающихся зелеными листьях. Дефицит каль наблюдается, если зеленые части растения сначала стали желтыми и только после этого красными. Важно! Если у розы покраснели листья, что делать неясно и ни одна из указанных естественных причин не подходит, минеральные подкормки проводятся регулярно, а пересадка осуществлялась давно-то, стоит задуматься об обработке кустов от вредителей. Покрасневшие верхние листики должны насторожить цветовода покраснение в результате болезней и вредителей. Краснота сигнализирует цветоводу о том, что растение заболело или поражено, например, стеблевым раком. Провоцируется обитающим в почве или на самом растении грибком. Активно развиваться он начинает при переувлажнении почвы под кустами и перенасыщении грунта удобрениями, ложной мучнистой росой. Если листочки покрылись желтыми пятнами, а затем свернулись и покраснели, значит куст заражен ложной мучнистой росой. Этот вид грибка начинает размножаться, если на улице тепло и влажно. Дождливое лето – повод для сокращения количества поливов и подкормок на даче. Обратите внимание, чаще всего розовые насаждения страдают от пятнистости, ржавчиной гнили, листья поражают гусеницы, теля, трипсы. Бордовые листья на фоне привычных зеленых могут быть симптомом болезни, причиной появления злокачественной красноты. Если стали бордовыми не отдельные листья и стебли или макушка, а все растения в осадке, то речь идет о серьезной проблеме кусты, нужно немедленно спасать. Нехватка питательных элементов весной розы недостает азота. Если нехватка критична, то это проявляется не только в изменившемся красе зеленых частей растения, но и в остановке роста, потере привлекательности. Роза становится слабой и неприглядной – фосфора. Растение плохо развивается, корни его слабнут. Из-за недостатка фосфора появляется фиолетовая кема. Если розу вовремя не подкормить, на ней не будет завязи, соответственно, о цветении в текущем весенне-литнем периоде можно забыть магния. Опасность заключается не только в окрасневших листьях и общем неприглядном виде растения, но и в оголении стеблей. Все листики могут просто опасть, что отразится на состоянии куста крайне негативно. Важно! Калий и другие полезные вещества также должны присутствовать в очве. Если их нет, растения нужно искусственным образом подкормить. Пересадка с затененного участка на солнечное – если старое растение пересадить на новое место, оно может заболеть или же выразить свое недовольство посредством изменения цвета листьев. Обычно такое случается, когда розу пересаживают из тени на свет. Весной этого лучше не делать, куст утратит привлекательный внешний вид, листья даже могут опасть предпочтительнее осенняя посадка. В этом случае листья также могут покраснеть, но произойдет это осенью, а к весне куст уже привыкнет к новой обстановке и количество выбрасываемого в листья пигмента сократится до требуемой нормы. Какие заболевания вызывают покраснение? Если речь не идет о ложной мучнистой рассеи или ожогах, то внимание обращают на возможность заражения ржавчиной. Это грибковое заболевание становится причиной гибели сначала листьев, затем стеблей всего растения. Определить наличие ржавчины можно по появившимся на листовых пластинах рыжим подушечкам. Со временем они покрывают весь лист. Разница между заражением грибком и естественным покраснением листьев хорошо заметна. Перепутать болезнь с чем-то другим никак не получится. К заражению ржавчиной более всего склонны плетистые сорта роз. Значительное изменение цвета возможно при ржавчине и важно. Если листики розы не сворачиваются, на них нет пятен или дырочек удобрения, вносятся своевременно и в нужном количестве, то беспокоиться. О вредителях и болезнях не нужно. Скорее всего, дело в неприятии растениям ультрафиолетовых лучей или отсутствии такого пигмента, как антоциан. Что делать при покраснении розового куста? Если куста зеленого стал красным, нужно осмотреть его на предмет повреждений. Возможно, при окучивании были повреждены стебли и через образовавшиеся ранки в растения проникли вредители или бактерии. Если повреждение обнаружено, прилагают все усилия, чтобы оно быстрее зажило, составить график поливов и подкормок и четко ему следовать. Высока вероятность того, что кусты получают слишком много влаги и питательных веществ или, наоборот, недополучают нужного им элемента. График может понять, что и когда делается, неправильно увеличив или уменьшив дозировку. В дождливую погоду роза старается поливать реже, количество подкормок также уменьшает попытаться пересадить куст на новое место. Это помогает как при борьбе с вредителями, так и при попытках избавиться от конкретного заболевания. В обоих случаях не лишним будут профилактическое опрыскивание растений инсектицидами и обрезка поврежденных засохших частей притянить растения от солнца. Некоторые виды роз совсем не любят времых солнечных лучей. Если они растут на открытых участках, то рядом рекомендуется посадить несколько высоких деревьев или кустарников в зеленую изгородь. Если дело именно в избытке света, то спустя некоторое время на растении появится не только красный, но и нормального зеленого оттенка. Листики подкормить азотом и другими удобрениями. Подкормки должны идти в соответствии с графиком. Если традиционно разу подкармливают три раза за сезон, то спешить проводить четвертую не нужно. Лучше сделать все правильно, запланировав внесение соответствующих удобрений и уже в следующем сезоне убедиться в том, что причина покраснения не связана с сортовыми особенностями. Если на участке растут одни только красные розы, то ожидать того, что все стебли листья их будут исключительно ярко-зеленого оттенка не приходится. Красный пигмент, которым окрашены лепестки, вскоре проявит себя и в зеленой части растения. Важно, чтобы не допустить красноты на листьях, необходимо периодически проводить профилактические мероприятия, своевременно лечить заболевшие растения. Ржавчина на листьях розы – способы устранения проблемы и профилактика. Способ устранения проблемы зависит от ее источника. Так, недостаток фосфора компенсируется введением в грунт суперфосфата и торфа. Магниево-сполняется регулярной подпиткой кустов зольными растворами. Чтобы защитить розу от ожогов, удобряют ее только до июля. В августе удобрения не вносят за редким исключением – зимой и в летнюю. Жару прикрывают кусты, используя, например, специальные чехлы. Весной опрыскивают медным купоросом. При выявлении ложной мучнистой росы стеблей погубленной грибком листья срезают. Обнажившиеся участки обрабатывают купоросом или фондозолом. Для защиты растений следят за количеством введенных в почву удобрений. Саженцы перед посадкой окунают в раствор медного купороса. 1% и держат в нем 15-20 минут. Периодически обрабатывают посадки мыльным раствором, уничтожают лю и других вредителей, ослабляющих растения, дезинфицируют инструменты. Использующиеся при посадке или пересадке розы регулярно осматривают кусты на предмет повреждений, удаляя старые и засохшие стебли. Обрабатывают бордоской жидкостью. Ухоженные, получающие все необходимые питательные вещества, розы почти никогда не болеют. А если их что-то поражает, то справиться с проблемой куда проще, чем пытаться вылечить ослабевшие растения. Краснота на листьях не повод для паники. Важно понять, что для некоторых сортов такой цвет листьев является нормальным. Если растение не принадлежит к такому, занимается поиском причины возникшей проблемы, выявляет ее, уделяя заболевшей розе повышенное. Внимание!